В Уральске из-за скопившегося снега обвалилась кровля государственного коммунального казенного предприятия «Яслисад Золотой Петушок» номер 19. К счастью, жертв и пострадавших нет. Происшествие имело место в 8.20 утра. Крыша садика обрушилась частично. Здание, расположенное по адресу улицы Тимиромасина, 44, 1990 года постройки. Под тяжестью снега не выдержали деревянные балки и металлическая кровля. Площадь обрушения около 35 квадратных метров. Общая площадь крыши 500 квадратов. На место происшествия выехали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, специалисты ЖКХ и представители городского отдела образования. В данной дошкольной организации, рассчитанной на 150 мест, воспитывается 151 ребёнок. К счастью, никто из детей и персонала не пострадал, и в эвакуации не было необходимости. Это произошло утром, когда начали чистить снег. Одна шиферная ячейка обломилась, и снег обрушился внутрь. Но никто не пострадал. Ни дети, ни персонал. Сейчас ведутся работы по ремонту кровли. В целом, по области в нынешнюю зиму снега выпало столько, что представители КСК и коммунальные службы не успевают убирать. Соответственно, информация о подобных обрушениях стала частым явлением. У нас по области имеется 6 фактов. По городу 4 факта. По районам у нас, в Тоскалинском и Теректинском районах по одному факту. Есть и объекты социального назначения, и жилые дома. Хотелось бы напомнить жителям нашей области и также города о том, что нами, департаментом по ЧС, неоднократно рассылаются письма по очистке крыш социальных объектов. То есть, это организация предприятий, жилых домов, многоквартирных жилых домов. Также по очистке кровли от снега. У нас дома постройки уже 60 и более лет. То есть, стропила не выдерживают деревянные по истечению времени. То есть, это всё. И такие происшествия происходят у нас. По данным службы ЧС, толщина снежного покрова на данный момент доходит до 60 сантиметров. Для сравнения, максимальный показатель прошлого года составлял всего 14. Между тем, осадки ещё ожидаются, а после оттепели снег станет ещё тяжелее. И опасность обрушений всё ещё существует, предупреждают специалисты. Алмагуль Джампейсова, Кайрбек Ербулатулы, Нуртай Батыргали, телеканал Акжаик.